Девушки отдыхают Оказаться на дне Пока вы сами на нем не окажетесь Положение мое и в самом деле такое Что трудно не выпасть в осадок Сначала меня неожиданно выперли с работы А затем я застал свою девушку за изменой В придачу ко всему этому На мне до сих пор висели долги За обучение в университете Жизнь тот еще театр абсурда Проведя нетрезвую ночь В панике рассылая свое резюме По разным адресам И на скорую руку набирая сопроводительные письма В конце концов я все же вырубился С утра я решил попробовать заработать Хоть какие-то деньги прямо из дома Дабы с пользой провести время В ожидании собеседования На тот момент лучшим вариантом Я посчитал заполнение опросников В интернете Которые за час работы Дают пятидолларовые купоны В сабвей и прочее в этом роде Увы, у меня нет никаких навыков С помощью которых можно быстро заработать Что поделать Да и какие были варианты Либо заполнять опросники Либо весь день рубиться в игры Ну, с фастфудными купонами Хоть на еду тратиться не придется Спустя пять часов выполнения опросов Мне жутко хотелось лечь спать Это оказалось еще скучнее Чем я ожидал К тому моменту я накопил Где-то сорок пять баксов Деньгами и купонами Девять долларов в час Не сказать, чтобы сильно меньше того Что я получал на работе Я уже собирался было закрыть ноутбук И пойти развеяться в бар Но тут мой взгляд упал на одно объявление Странно, что я вообще его заметил Отчего-то оно очень привлекло мое внимание Малюсенькая рекламная плашка внизу страницы Может, мне приглянулась ее простота? Черный текст А леповато набранный простецким шрифтом Поверх совершенно белого фона Гласил Опросы за деньги Что ж, по крайней мере В прямоте им не откажешь Так уж и быть Пройду еще один Подумал я Хоть наскребу еще чутка На выпивку Я уселся обратно в кресло Кликнул по рекламе И приготовился к очередному раунду уныния Первые несколько вопросов Были довольно простыми Даже не назвал бы их вопросами Так, сбор общей информации Имя, возраст, профессия Интересно А зачем им мой рост и вес? Хотя нет Не особо интересно Однако Первый настоящий вопрос Совсем другая история Не знаю Сколько я на него пропялился Выпучив глаза И приоткрыв рот Какого черта? На экране Черным по белому Было написано Насколько сильно В данный момент Вы желаете Обернуться? Ниже Пять вариантов ответа От совершенно не желая Да непреодолимо Не было объективных причин Испытывать страх Но я был напуган И сдерживал дыхание Стараясь уловить Малейший звук за спиной Тишина Где-то минут через пять Я набрался смелости И обернулся Ничего не обнаружив Я выдохнул с облегчением И посмеялся над самим собой Наверное Весь этот опрос Чей-то прикол Одна большая шутка Я решил подыграть Выбрал наиболее нейтральный ответ И перешел к следующему вопросу Почему вы хотели бы обернуться? Я ухмыльнулся И немного помедлив Вписал в поле для ответа Не знаю Третий вопрос Представьте Что вы в самолете Помимо вас Летит только один пассажир И он сидит Где-то позади В определенный момент Вы встаете с кресла Направляясь в уборную И попутно замечаете Что второй пассажир Пропал Вы проверяете Единственный туалет на борту Но там Никого Что вы будете делать? Тут я снова Вылупился на экран И просидел так Минут десять Это какой-то странный Личностный тест Ведь так? И я снова написал Не знаю Это был честный ответ Я не знаю Как я должен был Ответить на эту херню Не без интриги Я перешел К следующему вопросу Вы очнулись В незнакомом лесу Стоит ночь И тусклый лунный свет Единственное Что позволяет Вам видеть За десять метров От вас Виднеется хижина Слабо освещенная Изнутри Входная дверь Приоткрыта И на пороге Стоит Женщина Она улыбается И жестом Приглашает вас Внутрь Войдете ли вы В хижину И почему? Этот вопрос Был не таким уж Странным По сравнению С предыдущим Так что я все еще Тешил себя мыслью О том Что это всего лишь Заковыристый тест Личности Я попытался Ответить максимально Честно И написал Что вошел бы внутрь Потому как Больше идти Попросту Некуда И снова Я нажал на кнопку Далее Наверное Не следовало бы Вопросы Становились Все чуднее В них Не было Никакой Жести Или особо Интимных Подробностей Ничего такого Они Просто Становились Страннее Диковиннее И все больше И больше Давили на психику Если вам интересно Какого же черта Я не закрыл Опросник Я не смогу Дать внятного Ответа Во мне Поселилось Необъяснимое Тревожащее Ощущение Будто я не могу Просто взять И перестать Отвечать И я никак Не мог От него Избавиться Вот парочка Особо Отличившихся Вопросов Представьте Что вы проснулись Посреди ночи И обнаружили В своем доме Лифт Которого Раньше Не было Каждую Последующую Полночь Его двери Открываются На 5 минут За ними Стоит Точная Ваша Копия С каждым Разом Все более И более Обезображенная Каков Ваш ход Действий Продолжите ли Вы жить И терпеть Или же Зайдете В лифт И покончите С этим И второй вопрос Вы спите В номере Отеля Но резко Просыпаетесь Из-за того Что кто-то Стучит Вам в окно Вы выглядываете Через жалюзи И видите Мужчину Без глаз Он прислоняется Ртом к стеклу И просит И просит Немедленно Убить Женщину В ванной Послушаете Лео А вот Еще один вопрос Один из Самых Неприятных Лично для Меня Вы смотрите Семейные Видеозаписи Вместе Со Своей Матерью На одной Из кассет Запечатлена Сцена В ходе Которой Вашу Мать Убивает Человек В маске Она Просто Смеется Но Ничего Не Говорит Как Вы Думаете Является Лето Поводом Для Беспокойства В дополнение Ко всей Этой Шизе В реальной Жизне Также Начали Происходить Странности Спустя Полчаса С начала Опроса В мою Дверь Постучали Я Посмотрел В глазок За дверью Стоял Мужчина Он Судорожно Мотал Головой При этом Глядя Прямо На меня По губам Читалось Отчетливое Нет Дверь Я ему Конечно же Открывать Не стал Мне на телефон Поступило По меньшей Мере С десяток Звонков От абонента Аудитор Каждый раз Он оставлял Голосовое Сообщение Но На записях Монотонный Голос Просто Называл Цифры Его Трудно Было Расслышать На фоне Громких Помех Хотя Если Подумать Они Больше Походили На Крики Прошел Час Казалось Я Вот-вот Слечу С катушек Я Впал В ступор Не в состоянии Заставить Себя Обернуться Хоть И не было Оснований Полагать Что За спиной Кто-то Есть В какой-то Момент Из Вентиляции Донеслось Тихое Поскребывание И я Поспешил Задвинуть Ее Диваном Рано Или поздно Я Набрался До конца Опроса Только Это Был Уже Не вопрос А Утверждение Не Впускайте Их Внутрь Им Нельзя Верить Как По Команде В Дверь Снова Постучали Я Подкрался Настолько Бесшумно Насколько Это Было Возможно И Глянул В Глазок По Ту Сторону Стоял Уже Другой Человек Девушка Лет Двадцати Пяти В Теплом Пиджаке И Это При Том Что На Улице Была Тридцати Градусная Жара Из Затемных Очков Очень Трудно Было Сказать Куда Она Смотрит Постояв Так Некоторое Время Она Вынула Из Кармана Бумажку И Просунула Ее Под Дверь Я Поднял Ее И Прочитал Оно Лжет Немедленно Покиньте Квартиру Это Было Полчаса Назад Я Никак Не Могу Себя Заставить Посмотреть На Экран Ноутбука Или На Женщину За Дверью Да Она Все Еще Там Под Дверью Видны Тени От Ее Ног Пару Минут Назад Было Слышно Как В спальне Открылось Окно И Я Заблокировал Дверь Стулом Сейчас Сейчас Из-за Нее Доносится Невнятное Бармотание Быть Может Оказаться На Дне Это Не Самое Худшее Что Может Произойти И Что Мне Теперь Прикажете Делать Маленькое Лирическое Отступление Хочу Сообщить Вам Важную Новость О том Что Будет Происходить На Канале В Дальнейшем Дабы Несколько Разнообразить Свой Канал Я Хочу Добавить Новую Рубрику Назовем Это Так А Именно Параллельно Историям Я Хотел Бы Делать Летсплеи К Хоррор Играм Да Да Ребят Именно Летсплеи Может Кому То Это Покажется Крайне Странным Но Тем Не Менее Я Очень Хочу Попробовать Себя В Качестве Летсплей Каждый День В Отличии От Тех Самых Историй Там Вы Меня Услышите Абсолютно Другим Человеком Нежели Привыкли Слышать В Историях Хочу Сразу Заметить Что Истории Я Забрасывать Не Собираюсь И В Среднем По Паре Роликов В Неделю Выходить Уж Будет Точно Я Искренне Надеюсь Что Никого Не Расстроил Этим Заявлением А Может Даже И Кого То Обрадовал Я Буду Только Рад Отдельный Канал Создавать Я Посчитал Неправильным И Нелогичным Так Как Тематика Довольно Схожа ХОРОР Мне Очень Важно Ваше Мнение На Этот Счет Ребят Обязательно Выскажите Его В Комментариях Под Этим Роликом Обязательно Всем Спасибо За Внимание Ребят Редактор субтитров Корректор А.Кулакова